Всем доброго вечера. Ну вот, тему мне задали опять мой подписчик. Давайте сегодня поговорим немного по душам о межнациональных браках. Знаете, я родился, вырос в советское время, когда на это вообще мало обращали внимания, но в Средноазиатских республиках, вообще и Кавказе, да, старались, конечно, чтобы только на своей национальности, все-все родители женить своих детей, вот, только на своей национальности, все такое. Ну, это естественно, все, каждый хочет, чтобы иметь и невестку, и родню, и все такое. Вот, знаете, были у меня и друзья, которые, которым я общался, хорошие друзья, настоящие друзья, которые занимали неплохие должности в органах, в армии, вот, у которых жены были русские. Вот, вы знаете, я вам хочу одну вещь сказать, да, я, они, конечно, вот, и были разные нации, но я ни разу не видел, вот, чтобы у них, вот, какое-то разногласие было в семье, потому что я приходил к ним в гости, они меня приглашали. И, вы знаете, вот, я даже помню, заходил вот к одному самому такому военному тоже, в военкомате работал, служил раньше войска, потом в военкомате, вот, офицер. Вот, двое детей у них было, вот. Вот, и жена, стол накрыта, придешь, мы с ним сидим, чай пьем, кушаем, ну, все дела, жена все сделает, и она детьми там. Он пока ее не позовет, она и не приходит, хотя, не сказать, что у них там это. Вот, я еще удивлялся, как по-восточному. Вот, понимаете, у второго то же самое. И они были успешны и в работе, и вообще в делах, и в деньгах, понимаете. Вот, у меня была туркменка, будем говорить, да, городская, но не совсем чисто, но туркменка, да, вот. По мне бы этого не сказать было. Хотя, я тоже немало зарабатывал, и умом меня Бог не обидел, и должностью, и все. Но они по положению жизненной, да, вот, они, были выше меня, вы понимаете? Выше меня по положению. Вот. Ну, прекратишь ты или нет, а? Ну, как я начинаю разговаривать, этот начинает что-то себе в это свое толкать. Вот, 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 вот это такая жена, понимаете? Вот пока одни слова говоришь, она 10 говорит. Вот у меня так же было, понимаете? Такая жизнь была. Хотя, своя вроде бы, да, это... Это не важно, не важно, какой национальности, понимаете? Не важно, какой национальности. Главное, в какой семье этот человек вырос. Если хорошее воспитание получил, разницы нету. Разницы нету. Если хорошее воспитание получил, девушка, да, женщина, мужчина, да, У них и семье будет хорошо все. Не важно, русская, не русская. Есть прекрасные, супер прекрасные, и туркменки наши, да, настоящие, да, выросшие такая семья, есть и такие. Есть прекрасные, короче, русские девушки, да, которые, извините, любого за пояс воткнет. И по верности, и по всем остальным параметрам, и по хозяйственности, по всем остальным, да. Но есть и такие, которые лучше нафиг не подходить. Эта нация не играет никакой роли, никакой роли не играет, понимаете? Это играет роль воспитания и человеческие корни этого человека, понимаете? Корни этого человека. Еще я скажу одно, да, я что заметил, да? Русские жены, они находчивые, понимаете? Они находчивые. Их в Африку бросай, в Африку, да? Они и в Африку выживут. Говорю вам, 200% гарантии. И если вы думаете, что, наверное, по таким, не, 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 именно головой, именно головой. Вот если вы в Ютубе, это самое, наверняка видите, наверное, такие, вот я смотрел тоже, женщина, уже 30 лет там, в Африке живет. Вот. Детей вырастила, все, все, муж умер. Знаете, на чем она бизнес сделала? Это ни один человек не догадается. Она поняла, что там тараканов много очень. Она, короче, вспомнила, что сборной кислотой, яйцом, короче, можно вот отравить. И сделала фирму. Фирму сделала, понимаете? Фирму сделала, и от президента той страны у нее благодарность, и фирма у нее процветает. Своей головой мужа уже похоронила, муж умер, дети выросли, внуки. Прекрасно живет. В чужой стране, в Африке, представляете? Вторая тоже в Африке. Туда приехала, короче, когда ей было 18 лет, замуж вышла. То же самое. Директор крупной, короче, компании, фирмы. Третья, то же самое, но у нее муж русский, вот этот третий, тоже фармацевтические компании организовала в Африке. И вот ее муж говорит, что у меня, говорит, жена, главное звено в моем бизнесе. Хотя он тоже умный, да? Он тоже это. И она тоже. Понимаете, русские женщины, они находчивые. Они находчивые, они не будут никогда вот так, они всегда будут помогать, все-все делают. Единственное, их нельзя обманывать. Не надо обманывать. Понимаете? Они, вот человек, мужик даже скажет, у меня нет ни одной копейки нафиг. Ну, нет у меня, я голый, да? Они не скажут никогда, почему у тебя нет денег. Они помогут ему, чтобы он заработал, рядом будет, как говорят, патроны будут подавать, понимаете? Вот. Я же говорю, я в молодости видел много вот этих, да, вот. Мои друзья, я же говорю, и не один, несколько друзей у меня были женаты на русских девушках. Ну, женщины уже. Вот сейчас они, я не знаю, живут или нет, я знаю, что некоторые уехали с женами в Америку. В Америку, в Германию уехали, живут прекрасно. Прекрасно. Понимаете? И я даже помню, что во время перестройки одного из моих друзей, вот, у него зарплаты вообще не было, зарплаты вообще... Жена пошла на рынке, открыла точку, короче, и продавала шмотками, хотя была учительницей. И успешный бизнес сделала. Понимаете? Вот у нас тоже есть деловые женщины. Тоже есть деловые женщины, где живут, да? Вот. Но я хочу еще раз сказать, да? Вот. 50 на 50. Так же, как и русские. Поэтому, когда говорят, что вот... Межнациональный брак, какие-то эти, ничего подобного. Главное, чтобы была любовь. Это раз. Во-вторых, главное, где этот человек вырос? Какой семье? Какое воспитание получил? Понимаете? Есть такие, я же говорю, есть такие русские женщины, которые терпеливые и хозяйственные. Во всех отношениях. А по верности любого за поезд в окне. Есть разные, я же говорю. А есть такие, которые только Глаустором уже это. Есть и у нас, и у нас везде это. Понимаете? Это нация не имеет никакого отношения. Не имеет никакого отношения. Понимаете? Я вам сразу говорю. Поэтому к межнациональным бракам я отношусь очень даже положительно. Очень даже положительно. Я и здесь вижу, да, вот турки, у которых жены русские, да, вот. Вот честно я вам скажу, процветает почти. Процветает. Живот шикарно. Мошенников. Работает. Жена работает, зарабатывает. И он тоже, конечно, смотрит на него, как у нас говорят, дыня от дыни свет берет. И он тоже это. Понимаете? Вместе. Вот. Главное, нужен стимул. А на нитье. Почему у тебя денег нету? Почему ты все зарабатываешь? Ты не можешь. Да ты, блин, тупой. Да у тебя руки не с того места растут. Это самое страшное для мужика. Понимаете? Вот. Я же говорю. Поэтому мне, когда говорят, вот. Иногда бывает, да, вот. Оскорбительные какие-то. Это, да, вот. Наташа, Маташа. Я. Просто мне зло берет на таких людей. Понимаете? Причем тут это? Прекрасное имя Наташа. И сравнивать вот так. Вот он, Наташа, Маташа. Не, ребята. Это все туфта. Прекрасных женщин. Очень много русских. Русские женщины, я же говорю, она терпеливая. Она терпеливая, благодарная. Терпеливая, благодарная, верная. Хозяйственная. Ну, конечно, я еще раз говорю. И у нас такие же есть. Из хороших семей. Очень много. Мы иногда не слушаем. Молодые годы мы вообще. Когда мне папа сказал. Говорят, блин, сынок. Говорят, возьми, говорит, из простых этих, колхозной семьи, говорит. Которые в колхозе выросли. Такое. Не, мне надо современное такое. Да современился, короче. Понимаете? Вот. Есть современные и хорошие, и верные, и порядочные. Есть, которые слишком современные, кавычка. Понимаете? Это не дай Боже, короче. Если даже вы миллионер, из вас сделает ноль. Если нормальная жена, из нуля сделает миллионера. Понимаете? Поэтому у нас говорят. Моя мама прекрасно когда-то говорила. Я до сих пор ее слова помню. Мужчину. И мужчиной сделает женщина, да? Мужчину и нулем тоже сделает женщина. Понимаете? Вот такое у меня отношение к межнациональным бракам. И не важно, кто она. Русская, немка, украинка, бурятка, казашка. Кавказская. У всех есть. Я же говорю, хороших семьях, которые выросли, суперские. Есть разные попадаются. Потом не надо говорить, что они все такие. Вот это надо. Нельзя. Нельзя такое говорить. Вот. Да, есть, которые приезжают иногда, курортный роман ищут. Вот. Ну. Если деньги позволяют, а что делать? Вот. Если бы, я говорю, многим нашим позволяли бы деньги, то бы тоже приезжали, может быть. Вот. Поэтому по одним людям, короче, рассуждать. А вот все женщины, они такие. Не, не, не. Я бы не взялся бы это говорить. Я еще раз говорю. Женщины русские везде найдут выход и помогут мужу. Вот. В Африке живут, выживают. Там любой мужик. Я не смогу там жить. Вот. Мне скажут сейчас, вот в Африку приезжай. Вот. И там и скорпионы, и львы по улицам ходят. Вот показывала девушке. И львы, говорят, иногда на улицу ходят. Все. Муж из простого студента, бывшего студента, стал помощником президента. И живут прекрасно. Вот. Он закончил в Ростове, по-моему, университет. И она тоже. Он кандидат в науку. Потом помощник. А жили, говорят, мы, говорят, приехали, говорят, жили. Вообще, говорят, на съемных. Вторая рассказывает. Тоже, говорит, муж, говорит, привез, говорит, какой-то аул, говорит, дом, говорит, без окон, без ничего. Вот. Сейчас владеет частной школой. Частную школу сама организовала. Вот директор, сама хозяйка частной школы. Африканским детям урок пропадает. Это нечто. Это не каждый сможет. Я лично не смогу. Вот. Какой бы я себя сильным не считал. Поэтому я же говорю, зря говорят, что слабый пол. Наоборот, это самый сильный пол. Особенно русские женщины. Вот такие вот дела. Всех вам, Булак. Доброй ночи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok